Приветствую друзья, на связи Андрей Шариков. Сегодня у нас вечер среды и от компании поступило следующее сообщение. Наблюдение истории торгов показывает, что открытие новых сделок после 21 часа по Москве в среду или 2 часа по восточному времени США увеличивает торговые риски. По четвергам часто бывают неожиданные и непредсказуемые движения рынка. Поэтому трейдеры, торгующие по консервативной стратегии, выключают советника и закрывают открытые сделки. Но если вы считаете, что открытые сделки находятся в слишком большой просадке, вы можете отслеживать открытые сделки и закрыть их тогда, когда просадка уменьшится или выйдет в ноль. Все зависит от того, какая степень риска и просадок для вас приемлема. Вот и закончилась еще одна неделя успешного бета-тестирования. Больше информации вы можете получить на нашем информационном ресурсе и оконами zendesk.com. Если говорить о результатах, полученных на этой неделе, то вот результаты на пяти демо-счетах. Депозит на всех счетах 1000 долларов, лотность 0.1. На одном счете 1058, то есть прибыль составила 58 долларов, просадка 10.7. На другом счете прибыль 74 доллара, просадка 6.4. На третьем счете прибыль 46, просадка 12. На четвертом счете прибыль 69, просадка 7. И на пятом счете прибыль 41, просадка 12. Итого доходность на пяти счетах составила от 4,1 до 7,4 за три торговых дня. Вот один из тестовых счетов. Первоначальный депозит составлял 1000 долларов, лотность 0.1 на 1000 долларов. Как видите, на данный момент прибыль составила 74 доллара. То есть получается, что за три торговых дня, понедельник, вторник, среда, советник сделал прибыль 74 доллара. Что я считаю очень неплохо. То есть это 7,4 процента за три дня. Итак, что нужно сделать в среду вечером? Первым делом я нажимаю кнопку автотрейдинг. Это означает, что с этого момента робот перестает торговать и перестает открывать новые сделки. Но те сделки, которые уже открыты, они на данный момент в принципе в просадке. Минус 74 доллара. Я сейчас постараюсь закрыть те сделки, которые в плюсе или в небольшом минусе. Для начала я проведу сортировку по валютам. Нажимаю вот эту графу символ. И как видите, все сделки выстраиваются по списку валютных пар. И соответственно я ищу, какие валютные пары можно закрыть полностью. То есть, например, вот доллар, японская иена. Минус 34 цента. Конечно, эту пару можно закрыть. Это небольшой минус. Закрыли. Дальше. Следующая пара идет евро-доллар. Одна сделка плюс 44 цента. Другая минус доллар 92. То есть, если я сейчас закрою их обе, получится где-то минус примерно полтора доллара. Окей, нормально. Закрываю одну сделку и закрываю вторую. Таким образом я закрыл сразу евро-доллар. Дальше идет следующая сделка евро к японской иене. Минус полтора доллара плюс 50 центов. То есть, если я опять же их обе закрываю, то получится где-то минус один доллар. Нормально. Закрыл одну сделку, закрыл вторую. Так. И у нас остается, дальше идет евро по отношению к австралийскому доллару. Здесь, как видим, просадка уже побольше. Минус 2.69. Минус 2.59. То есть, это примерно минус, значит, минус пять с половиной долларов. И одна сделка плюсовая. 0.53 доллара. Ну, то есть, если я сейчас их закрою, то получится где-то минус пять долларов. Ну, наверное, пока я не буду эти сделки закрывать. Так. Смотрим дальше. Австралийский доллар к американскому. Минус 4 доллара. Минус почти 5 долларов. Минус еще доллар. И самая большая просадка, как видим, это австралийский доллар к японской иене. То есть, конечно, на данный момент закрывать его, наверное, не стоит. Потому что просадка, как видите, достаточно велика. Я продолжу наблюдать за всеми этими сделками. Если увижу, что сделку можно закрыть либо в плюс, либо в небольшой минус, я это сделаю. В идеале, на выходные открытых сделок не должно оставаться вообще. Потому что это рискованно. И за выходные просадка может усилиться. Вот еще один тестовый счет. Первоначальный депозит 1000 долларов. Лотность 0.1. Прибыль составила 58 долларов 70 центов. Что по отношению к депозиту составляет 5,8 процента за 3 дня. Что, в общем-то, неплохо. Но, как видим, здесь достаточно существенная просадка. Точно так же нажимаю кнопку автотрейдинг и прекращаю торговлю. Делаю сортировку по валютным парам. И смотрю, какие сделки можно закрыть в плюс или в небольшой минус. Сделка доллар к иене. Минус 32 цента. Закрываю ее. Следующая сделка. Евро к доллару. Плюс 49 центов. Минус 23 цента. Закрываю обе сделки. Евро к японской иене. Как видите, достаточно большая просадка. Закрывать пока не буду. Евро к австралийскому доллару. Две сделки. Одна сделка. Минус доллар 70 центов. И минус 60 центов. То есть, ну, где-то примерно минус 2 доллара. Пока закрывать не буду. Посмотрю, как данная пара поведет себя завтра. Австралийский доллар. Одна сделка в плюс. Другая сделка в минус. Закрываю. И остается австралийский доллар к японской иене. Как видим, просадка тоже достаточно велика. Также буду наблюдать за открытыми сделками завтра. И постараюсь закрыть их либо в плюс, либо в небольшой минус. Вот еще один счет. Прибыль составила 46 долларов 86 центов. Но просадка, пожалуй, здесь самая большая на данный момент. Минус 149 долларов. Нажимаем кнопку автоторговля и отключаем советника. Делаем сортировку по валютам и смотрим, какие сделки можно закрыть. Доллар и иена. Маленькая просадка 59 центов. Закрываем. Евро-доллар. Одна сделка минус доллар 82. Вторая сделка в плюс. Закрываю обе. Следующее. Евро к японской иене, как видим, достаточно большая просадка. Евро к австралийскому доллару где-то минус 5 долларов суммарно. Закрывать пока не буду. Австралийский доллар к американскому тоже пока не буду. И австралийский доллар к японской иене, как видим, просадка достаточно сильная. Пока тоже не буду закрывать. Не забывайте, что закрывать сделки надо только после того, как вы наверху нажали кнопку автотрейдинг. Потому что если кнопка автотрейдинг включена, как только вы закроете сделку, робот откроет новую сделку. То есть сначала надо отключить советника, нажать кнопку автотрейдинг наверху и только потом уже заниматься закрытием сделок. Следите за новостями, подписывайтесь на канал, нажмите на колокольчик, чтобы ничего не пропустить. С вами на связи был Андрей Жариков. Всего доброго.